МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За 2020 год в области было реализовано рет инвестиционных проектов в различных сферах. Основные направления инвестиций – промышленный и аграрный сектор региона. В этом году здесь был реализован проект ОМДЗ «Казахстан» производства кабин для тракторов «Беларусь» стоимостью 8,3 миллиарда тенге. На новом заводе было создано 150 новых рабочих мест. Ещё один проект был создан в декабре этого года – это завод по производству кузовов на строй коммунальной техники. Стоимость проекта составила 2,5 миллиарда тенге с созданием 180 рабочих мест. Объём производства и реализации техники нашего предприятия вырос практически на 35%, что в текущем году составляет порядка более тысячи единиц. Комбайны «Есиль», трактора торговой марки «Лавол». И в этом году мы приступили к большому проекту производства техники европейского качества компании «Дойцфар». На следующий год мы планируем увеличить объём производства на 40%. Также в этом году в рамках карты индустриализации реализованы два проекта в сфере машиностроения. На открытие новых линий производства выделено более 100 миллиардов тенге. На базе завода «Громаш Холдинг» появился новый производственный участок. Это линия сварки кабин тракторов. Вся продукция завода востребована у местных аграриев, фермеров и животноводов. Со времени запуска нами приобретены и установлены запущенные в работу 55 единиц новых станков. Запуск локализационного центра позволяет нам увеличить долю местного содержания по локализации техники, которую мы здесь изготавливаем. В этом году с весны нами установлена линия сварки кабин для тракторов «Лавол». Наши сотрудники совместно с партнерами установили кондуктора сварочные, сделали настройку, прошли обучение. Сейчас успешно варим кабину. Также нами были в этом году приобретены линии по изготовлению жадки ЖЗК-9 кондуктора. Это тоже с нашими компаньонами производственного объединения «Гомсельмаш». Еще нами были закуплены новые печи. Мы обновили литейное производство и обновили термичку. Сек термичный закупили новые закалочные печи. Крупные инвестиции поступают в сферу животноводства. В этом году аграрной кредитной корпорации в Кустанской области было профинансировано три инвестиционных проекта. Также на микрокредитование сельчан выделено 1,7 млрд тенге. Эти средства пойдут на реализацию 340 проектов. Большинство из них связано с поддержкой молочных ферм области. Для развития мясного животноводства имеется сеть от комочных площадок с единовременным содержанием 48 тысяч голов. Из них 4 площадки – это первого уровня с одновременным содержанием 31 тысяч голов. В своем послании народу Казахстана от 1 сентября текущего года глава государства поставил стратегическую задачу перед нами по увеличению объемов производства с повышенной добавленной стоимостью отечественной продукции. В области в этом плане ведется определенная работа. В сфере пищевой и перерабатывающей промышленности функционирует свыше 200 предприятий. За 10 месяцев текущего года им произведено продуктов питания на 316 миллиардов тенге или на 39% больше периода прошлого года. Область занимает первое место в республике по производству муки, второе место по производству сгущенного молока, третье место по производству макаронных изделий и кисломолочной продукции. Всего на приобретение племенных коров было направлено 250 миллионов тенге, из них 131 миллион тенге через заградную кредитную корпорацию. Сейчас на ферме более тысячи коров. Стоит отметить, что все эти проекты входят в перечень из 80 инвестиционных проектов области на сумму 2 триллиона тенге. Благодаря их реализации новые рабочие места получили более 6 тысяч человек. Дмитрий Муштарус, Анжабаев, телеканал Костанай. Повышение качества жизни по-прежнему остается одной из главных стратегий политики государства. В социальной сфере в этом году произошло ряд нововведений. Одно из главных – принятие социального кодекса. Продолжается реализация национального проекта по развитию предпринимательства. Кроме того, в этом году внедрили цифровую карту семьи, что позволит гражданам получать господдержку в проактивном формате. Подробнее расскажут мои коллеги. В уходящем году в социальной сфере произошел ряд положительных изменений. Так, одним из главных новшеств стало принятие социального кодекса, в рамках которого мерам социальной поддержки семей с детьми уделяется особое внимание. Так, с января следующего года будет увеличен срок выплаты пособия по уходу за ребенком с одного года до полутора лет. Данная норма будет распространяться как на работающих, так и неработающих родителей. По словам специалистов Департамента комитета труда и социальной защиты, этим правом воспользуются до полумиллиона граждан республики и порядка десяти тысяч родителей по области. Каждый родитель, который претендует на выплату пособия по уходу, должен знать, что чем больше стаж участия в системе социального страхования, тем выше размер социальной выплаты по уходу за ребенком. Сегодня он оставляет 40% от дохода, с которого производились социальные чтения в Государственном фонде социального страхования. Еще одно нововведение, которое предусмотрено в проекте социального кодекса, это те родители, которые осуществляют уход за ребенком, возобновят трудовую деятельность в период получения социальной выплаты из Государственного фонда социального страхования, то размер выплаты будет пересчитан по количеству детей и будет производиться на уровне пособия из республиканского бюджета. В проекте социального кодекса меры поддержки семьи с детьми сохраняются. Ряд нововведений будет направлен на их улучшение. К примеру, кодексом вводится такое понятие, как награжденные матери. Этот статус будет присваиваться женщинам, награжденным подвесками кэмсалка, алтналка или ранее получившим звание мать-героиня, обладательницам ордена материнское слово первой и второй степеней. В данное время они получают пособия в одинаковом размере. Если в размере 6,4 МРП размер пособия составляет 20 352 деньги на сегодняшний день, то после введения социального кодекса размеры пособия будет дифференцирован. То есть многодетные награжденные матери, воспитавшие семь и более детей, размер пособия у них будет повышен и будет составлять 7,4 МРП. То есть на один МРП больше, чем они получают на сегодняшний день. Таких матерей у нас порядка 2,5 тысяч. Вот эта мера коснется 2,5 тысяч матерей по нашей области. Ряд изменений произошел и в пенсионной системе. Теперь женщины будут выходить на пенсию в 61 год. То есть если в этом году на пенсию выходят женщины у нас 60,5 лет, в этом году выходят женщины, рожденные первой половиной 62 года, то со следующего года, уже в 61 год, начнут выходить женщины у нас, рожденные 62 года. Вот эта мера коснется порядка 10 тысяч женщин нашей области. Как было уже озвучено в послании, ожидается с 1 января 2023 года до 2027 года доведение размера минимальной базовой пенсии от 54% до 70% от прожидчиного минимума. Максимальную от 100% до 120% от прожидчиного минимума. Этот период размер базовой пенсии будет повышен в среднем на 51%. В этом году продолжилась реализация национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы. Так, одно из основных направлений проекта – «Контракт поколений». Это рабочее место, которое создается специально для передачи накопленного опыта и навыков от действующих работников предпенсионного возраста новым сотрудникам. Участники программы «Безработная молодежь». Срок участия «Контракта поколений» не более 6 месяцев. Участниками проекта «Контракт поколений» являются выпускники учебных заведений, которые завершили обучение в течение двух последних лет и до 29 лет. Рабочие места по проекту «Контракт поколений» для выпускников учебных заведений создаются по полученной ими профессии, специальности, либо родственной профессии. Также за лицом трудоустроения в рамках проекта «Контракт поколения» закрепляется наставник, которому до достижения пенсионного возраста осталось менее 6 месяцев. Количество создаваемых рабочих мест для организации социальных рабочих мест на очередной финансовый год составляет не менее 20% от штатной численности работников. За исключением рабочих мест, создаваемых для инвалидов, лиц, освобожденных из мест лишения свободы и лиц, состоящих из службы пробации. Активное вовлечение населения в предпринимательскую деятельность, поддержка перспективных бизнес-идей, практическое обучение участников – вот основные задачи проекта «Бастау Бизнес». Последнему – особое внимание. Ведь для того, чтобы начать свою предпринимательскую деятельность, необходимо иметь специальный багаж знаний, говорят специалисты. С 25 июля 2022 года на сайте «Скиллф Инбек» начался прием заявок на «Бастау Бизнес». Чтобы участвовать на этом курсе в онлайн-формате, нужно будет пройти проверку на «Бастау Бизнес» на портале «Бизнес Инбек». Для этого вам нужно требоваться участнику электронно-цифровая подпись и удостоверение личности. Участниками программы «Бастау Бизнес» могут являться безработные, индивидуальные предприниматели, кто платит единственный совокутный платеж, и сокращенные работники, лица до пенсионного возраста, и те люди, которые заняты личным подсобным хозяйством. В этом году в пилотном режиме запустили проект «Цифровая карта семьи». Это информационная система, в которой собраны сведения из различных государственных органов. Она позволяет определять уровень социального благополучия граждан и оказывать им гарантированную господдержку в проактивном формате. То есть, обращаться гражданам в госструктуру нет необходимости. Достаточно отправить требуемую информацию в ответ на полученный СМС. «Цифровая карта семьи у нас в пилотном режиме действует с 1 сентября текущего года. Планируется с 1 января 2023 года полное внедрение по Республике Казахстан. Основная задача создания цифровой карты семьи – это проактивное назначение помощи. То есть, в проактивном формате назначение социальной помощи без заявительного характера. То есть, не человек нам идёт заявление, а человеку присылается СМС-уведомление, на которое он должен ответить «да» либо «нет». То есть, хочет он получать эту помощь, либо «нет». Если отвечает «да», то уже дальше идёт процедура назначения помощи. Уровень благосостояния семьи в рамках проекта определяется по пяти критериям. Это экономические условия жизни, охват услугами здравоохранения и наличие лиц с инвалидностью, жилищные и социальные условия, а также охват услугами образования и уровень образования членов семьи. На сегодняшний день у нас порядка 15 тысяч потенциальных получателей АСП. Из них 200 семьям уже назначено АСП. В основном, по алгоритму цифровой карты семьи, где-то порядка 14 тысяч семей, они там неполные документы и так далее. То есть, могут претендовать 200 семей, которым уже назначен адрес на социальную помощь. Учитываются доходы семьи, то есть, они не должны превышать черту бедности, которая составляет 70% от прожиточного минимума. И, соответственно, если средний душевой доход семьи ниже черты бедности, назначается адрес на социальную помощь. По словам специалистов, нововведение позволит обеспечить прозрачность предоставления государственных услуг гражданам. Стоит отметить, что до конца года перечень услуг будет расширен, а к 2025 году цифровой картой будут охвачены все виды государственных гарантий в социальной сфере, а также в таких сферах, как здравоохранение и образование. В декабре в регион прибыл вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. В ходе рабочей поездки Олжас Урдабаев провел встречу с молодежным активом Кустанайского района. Он рассказал о проекте социального кодекса. Проект призван совершенствовать и развивать действующее законодательство в сфере социальной защиты. Мы в рамках социального кодекса строим новую социальную политику, где переходим от принципа поддержки отдельных уязвимых категорий граждан в сторону создания базовых условий для укрепления и развития каждой казахстанской семьи. Наверное, звучит как-то так очень высокопарно, но за этим скрывается ряд конкретных задач, ряд конкретных шагов. И вот в рамках этой новой социальной политики мы видим новые некоторые задачи. На них уже более подробно на следующих слайдах остановлюсь. Первый из них это цифровая карта семьи, очень интересный инструмент. Новая политика занятости, пенсионная политика. Но это, наверное, вопрос, который в этом году многих интересовал очень активно. Ну и, безусловно, вопросы связаны с модернизацией системы социального обслуживания. В целом, уходящий год для социальной сферы был плодотворным. Нововведения коснулись практически всех граждан. Особое внимание уделялось социально уязвимым слоям населения. Также в 2022 году предоставление многих государственных услуг гражданам перешло на проактивный формат, что позволит обеспечить их прозрачность. Алмажана Манькельдинова, Руслан Жабаев, телеканал «Кустанай». Итоги года. Значимость сферы здравоохранения в жизни и здоровье граждан неоценима. Таким образом, государство делает все для развития этой сферы. В Кустанайском регионе в этом году продолжилось строительство и ремонт объектов здравоохранения. Больницы и поликлиники оснащали необходимым современным оборудованием, внедряли передовые методы лечения. Все это положительным образом сказывается на качестве и доступности медицинской помощи. 2022 год начался со штамма коронавируса «Омикрон». Новый штамм размножается в 70 раз быстрее варианта «Дельта», говорили тогда специалисты. Карантинные меры с ростом заболеваемости ужесточали. Единственным надежным способом защиты от инфекции врачи назвали завершенный курс вакцинации и ревакцинации. Прививочные кабинеты в поликлиниках работали ежедневно с 9 утра до 7 вечера. Получить прививку кустанайцы могли даже в выходные, так как там предусмотрены дежурные кабинеты. 23 тысячи с небольшим привили первым компонентом, и около 22 тысяч человек, которые прикреплены, привили вторым компонентом. У нас в то время была вакцина «Спутник» и для первого компонента, и для второго. Потом мы получили вакцину «Хаят» китайскую, «Синофарм» и «Синофарм Веросел» и «Коронавак». В наличии есть «Файзер» – американская вакцина. В школах области также проводилась вакцинация. Там были предусмотрены и другие меры борьбы с COVID-19. На входе работала система АШ. Однако для коллективного иммунитета, пожалуй, качественная вакцина была единственным вариантом вернуться к нормальной жизни. В этом году взнос за медицинское страхование на год вперёд позволило не погашать задолженность за прошедшие месяцы. Соответствующие поправки были внесены в закон ещё в сентябре. Ранее, чтобы получить медицинскую помощь из перечня ОСМС, нужно было иметь оплату взносов за прошедшие 12 месяцев и в дальнейшем вносить фиксированную сумму ежемесячно, чтобы не потерять статус. «Расчёт производится из действующих нормативов, то есть 5% от минимальной заработной платы, что составляет 3000 тенге в месяц. Оплатив, соответственно, за каждый месяц по 3000 тенге, соответственно, в общей сумме 36 тысяч тенге, но платежом, 12 платежами за каждый месяц, человек, соответственно, получает статус на год вперёд». Платёж обрабатывается государственной корпорацией, правительства для граждан в течение нескольких дней, после чего приобретается статус потребителя медицинских услуг в перечне системы ОСМС. «Доступность медицинской помощи для нас на сегодняшний день является приоритетной задачей. Незастрахованные граждане, к сожалению, лишаются такой возможности, как получать, допустим, консультативно-диагностическую помощь, то есть консультации узких специалистов, профильных специалистов. Какие-то лабораторные инструментальные исследования, в том числе дорогостоящие КТ, МРТ, направление на плановую стационарную помощь, в том числе и высокотехнологичную медицинскую помощь, медицинскую реабилитацию». В Кустанайской области на профилактические осмотры несовершеннолетних в этом году было выделено около 1 миллиарда тенге. К тому же увеличили перечень оказываемых услуг. Профилактический осмотр помогает выявить болезни и отклонения на ранней стадии и предотвратить их развитие, напоминают специалисты. Новорожденные дети и дети до 6 лет проводятся аудиологический скрининг, который предусматривает, что всех детей обязательно проводят обследование на нарушение слуха. Аудиологический скрининг. Он проводится у нас в 2 этапа. Первый этап – это обязательно проводится в первые 3-3 суток жизни ребёнка, то есть в роддоме, и затем проводится до 6 лет. Второй этап проводится до 6 лет по приглашению непосредственно в поликлиниках, где прикреплены эти дети. Профилактический осмотр проводят и среди несовершеннолетних. Врачи выезжают в школы, колледжи и вузы. В составе медицинской бригады не только терапевты, но и специалисты узкого профиля. Профосмотр у нас делится на несколько этапов. Это доврачебные, квалифицированные и специализированные этапы. Доврачебные у нас проводятся какие виды? Это определение роста, массы, тела ребёнка, измерение объёма головы, грудной клетки – это в основном до 3 лет. Затем оценка физического и психосоциального развития ребёнка, измерение артериального давления – это уже от 7 лет. Кроме того, определение остроты зрения, слуха, ЭКГ и так далее. На втором этапе проводится осмотр кожных покровов, волосистой части головы, слизистой оболочки, осмотр репальпации житовизной железы, осмотр грудной клетки и так далее. В этом году благодаря запуску системы ОСМС и увеличению финансирования стоматологической помощи повысился охват нуждающих в ней пациентах. При этом основными получателями, как показывает анализ, являются дети. Пройти процедуру ЭКО бесплатно по государственной программе Ангсаган-Саби в этом году смогли почти 300 женщин, а это половина от официально состоящих на учёте по бесплодию. В республике оказывают данные виды услуг 19 клиник, 18 из которых являются частными. К сожалению, в Кустанайской области у нас этих клиник нет, поэтому жители, жительницы нашей области едут в другие города для получения данной услуги. Этим летом в Кустанай провели уникальную операцию. Пациентки, страдающие ожирением, уменьшили желудок и успешно провели шунтирование кишечника. Раньше подобные операции делали только в столичных клиниках. Теперь получить квалифицированную помощь пациенты могут, не уезжая за пределы региона. Суть операции в том, что у человека перестраивается хирургическим путём система пищеварения. То есть у него два момента в этих операциях. Один момент – у него уменьшается размер желудка, то есть он уже физически не может принимать то количество пищи, которое он принимал раньше. Второй момент – у него отключается часть тонкой кишки, там, где происходит всасывание, то, что человек съел, употребил в пищу. Значит, соответственно, у него уменьшается количество продуктов, которые усваивает его организм. И вот эти два механизма приводят к радикальному похуданию, уменьшению сброса именно излишнего веса. В этом году пополнился штат Кустанайской областной больницы молодыми специалистами. Впервые за 20 лет приехал работать врач-аллерголог, а также инфекционист-уролог. Диана Ергалиева – врач-реабилитолог. Со специализацией определилась быстро. Работу свою любит. В первые годы резидентуры я проходила здесь практику в отделении реабилитации. Здесь проходит первый этап реабилитации. Мне очень понравились условия работы, медицинский персонал. Все было очень интересно, интересные пациенты, интересные случаи. И решила остаться здесь, дальше продолжать работать. В районах и селах активно строят и ремонтируют больницы и амбулатории. Так, в Ауликольском районе недавно завершили строительство фельдшерского кушерского пункта. Общая площадь здания здесь 310 квадратных метров, строительный объем 1200. Получается, здесь 19 кабинетов. В каждом кабинете есть врачи, есть перевязочный кабинет, есть процедурный кабинет. Здесь очень много кабинетов для удобства населения. В области активно проводят скрининги. Граждан приглашают в поликлиники для прохождения анализов и первичных осмотров. В отдаленные населенные пункты были направлены передвижные медицинские комплексы, которые оснащены всем необходимым медицинским оборудованием. Медики рекомендуют проходить обследование своевременно и уделять здоровью особенное внимание. Ведь для человека здоровье превыше всего. Айдана Папанина, Руслан Джабаев, телеканал «Костанай». Строительство школ и детских садов, продление учебного года, поддержка семей, развитие инклюзии и научные достижения школьников – этим запомнился уходящий год для всей системы образования области. Подробнее расскажем в нашем специальном материале. В системе образования области в этом году проделана большая работа. Объем финансирования 2022-го вырос на 15,5%, составил почти 152 миллиарда. Главная задача – обеспечить комфортную и безопасную образовательную среду. Для этого ремонтируются школы и детские сады, строятся новые. Сегодня редко встречаешь организацию образования, где не работали строители. Везде современные пластиковые окна, новая мебель и техника. В этом году в 20 учреждениях провели капитальный ремонт. В 88 текущих в поселке Коробалык введена в эксплуатацию общеобразовательная школа на 320 мест. Открыты две частные школы в областном центре. Мы видим, какие здесь хорошие условия созданы, современные кабинеты, все удобства для детей. Как раз то, о чем мы и говорим, и создаем сейчас в государственных школах. И в части оформления, чтобы это были не просто казенные оформления, а яркие, приятные цвета и мебели. Все удобства для педагогов созданы. Девять школ на семь с половиной тысяч мест в регионе будет построено в рамках масштабного проекта «Комфортная школа». Работы начнут уже в следующем году. Предполагается, что они будут отличаться от обычных наличием нескольких спортивных залов, больших столовых и уникальным современным оборудованием. Если говорить о дошкольных учреждениях, ведется строительство новых детских садов. Впервые в регионе размещен государственный заказ в детском саду для особенных детей. Там занимается около сотни ребят, которым нужны индивидуальные занятия и особый подход. Каждый ребенок, когда поступает к нам в комплекс, он проходит мониторинг его потребностей. То есть команда, мультидисциплинарная команда специалистов оценивает его потребности, что у него западает, речь на каком уровне, понимание этой речи, функции какие-то двигательные. То есть команда ему разрабатывает индивидуальную программу. И каждые три месяца проходит мониторинг усвоения данной программы. То есть ее корректируют с учетом того, что у него уже потребность закрыта и насколько нужно дальше его развивать. В школах области в этом году открыли 10 кабинетов инклюзии. Это очень важный и большой шаг к доступному образованию. При этом возможность индивидуально заниматься есть у особенных ребят с районов. Светлые и просторные кабинеты, где трудятся профессиональные логопеды, психологи и другие специалисты. Ребенок устал, мы его приводим сюда в кабинет. Педагог-ассистент занимается, с ним ребенок расслабляется. Также у нас имеется аквапанель рыбки, также для расслабления. Имеется сухой душ, сухой бассейн. Также все идет именно на уклон, чтобы ребенок расслабился. Когда ребенок находится на уроках, на первом-втором уроке, для него это очень тяжело. И получается, мы их приводим сюда и здесь уже занимаемся с ними. Если говорить о самом учебном процессе, то в этом году немало изменений. Вся система образования нацелена на создание новой модели развития ребенка. Утверждена пятидневная неделя обучения, но сам учебный год стал длиннее. Новшества коснулись и продолжительности учебного года. Он начнется 1 сентября и завершится 31 мая. В целом дети будут учиться 173 дня, отдыхать 192. В школах обязательно вводятся пятидневные рабочие недели. Учащиеся первых классов с государственным языком обучения не будут изучать русский и английский языки. Изучение русского языка начнется со второго класса, английского – с третьего класса. А первоклассники школ с русским языком обучения, английский также начнут изучать с третьего класса. С целью ранней профориентации детей в первом классе художественный труд разделен на два предмета – трудовое обучение и изобразительное искусство. Также в школах с учениками целенаправленно будет работать педагог-профориентатор. Главный показатель хорошей работы педагогов – это успех детей. Ежегодно ребята приносят в общую копилку медали областных и республиканских олимпиад, конкурсов, научных проектов и других масштабных интеллектуальных состязаний. Результат образования – это не только показатели качества знаний, это и успешность самого ученика. Так, в прошедшем учебном году учащиеся школы области заняли 13 призовых мест на республиканских конкурсах научных проектов. Наибольшее количество медалей получили учащиеся физико-математического лицея, гимназии имени Горького города Кустанай и лицея ОЗАД. На республиканском этапе Олимпиады по общепризовательным предметам завоевано 29 призовых мест. В официальный рейтинг ТОП-100 вошли три школы области – это лицей Блим-Инновация, школа гимназии номер 3 города Кустанай, лицей ОЗАД. В этом году также была оказана помощь детям, семьям и социально уязвимой категории населения. Ребята отдохнули в оздоровительных загородных лагерях, а родителям помогли собрать детей к школе в рамках проектов «Дорога в школу» и фонда «Сиобуча». Теперь деньги будут перечисляться на приобретение одежды, констоваров, обуви, школьной формы на счета родителей. При этом сумма должна составлять не менее 37 379 тенге. В целом этот год для всей сферы образования был непростым, но успешным. Впереди большие планы, реализация которых будет зависеть от каждого. Все дети умны и талантливы. Главное – протянуть им руку помощи. Любовь Аблачкина, Руслан Джабаев, Олжас Есинжигитов, телеканал «Костанай». 2022 год стал для аграриев и сельхозтоваропроизводителей региона весьма продуктивным. Собран богатый урожай зерновых культур, заготовлены сотни тонн сена и кормовой базы для животных зимой. Введены все вооборот новые сорта злаковых растений, закуплена современная сельхозтехника, обновлен парк тракторов и комбайнов. Подробнее об итогах в сельхозсфере области в этом году расскажут мои коллеги. Сенокосная кампания, мероприятия по уходу за посевами и обработке почвы. В текущем году площадь ярового сева по области составила 4,9 миллиона гектаров, в том числе 4 миллиона гектаров – это зерновые и зернобобовые, из них 3,5 миллиона гектаров – это пшеница. Площади масличных культур достигли 748 тысяч гектаров и увеличились в сравнении с прошлым годом на 141 тысяч гектаров. Всего за последние 5 лет в рамках диверсификации структуры посевных площадей площади масличных культур увеличились в 1,7 раза. В текущем году значительно увеличились в том числе площади посева сафлора до 256 тысяч гектаров. Активными темпами в этом году развивалось и животноводство. На фермах области развели более 400 тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота, 150 тысяч голов лошадей и более 4 миллионов различной домашней птицы. Животноводы постоянно улучшают свойства породы местных парнокопытных. Только для этого они закупили в этом году более 150 тысяч голов маточного поголовья. В 2022 году животноводы края произвели 75 тысяч тонн мяса, более 90 тысяч тонн молока и более 400 миллионов яиц. Для кормёжки животных на зимний период аграриями заготовлено более 1 миллиона тонн сена. В текущем году в благоприятном погодно-климатическом условии имеются хорошие предпосылки для сохранения и увеличения всех видов поголовья скота и птицы. Численность крупного рогатого скота на сегодня составляет 467 тысяч голов, мелко-рогатого скота 498 тысяч голов, лошадей 153 тысяч голов, свиней 147 тысяч голов и птицы 4,8 миллионов голов. С начала года сельхозпроизводителями закуплено 1157 голов маточного поголовья крупного рогатого скота и 4136 голов маточного поголовья мелко-рогатого скота. Для успешной зимовки скота и имеющегося поголовья заготовлен необходимый запас сена в объеме 1,6 миллионов тонн сенажа и силоса. С начала года произведено 75 тысяч тонн мяса, 391 тысяч тонн молока и 483 миллионов штук яиц. В области насчитывается порядка 60 хозяйств, занимающихся молочным скотоводством, из них 11 крупных молочно-товарных ферм. В этом году предприятиями региона было произведено около 1500 тракторов и 300 зерноборочных комбайнов. В основном заводы в Кустанай занимаются сборкой машин из России, Белоруссии и Германии. Также в области развит лизинг сельхозтехники от одной компании и другой. В 2004 году Аграрий регион арендовали более 700 единиц различных сельхозмашин, в том числе 300 тракторов и 164 комбайна. СТО обрабатывает площадь 12 тысяч гектаров. Находится в поселке Сариколь. Занимаемся мы зерновыми культурами, мягкой и твердой пшеницей. Ежегодно приобретаем сельскохозяйственную технику. Мы внедряем вертикальную почвообработку. Для этого мы покупаем такие машины в Северной Америке. Также мы занимаемся семеноводством. Работаем с Омским аграрным научным центром. Берем их передовые сорта пшеницы, мягкой и твердой пшеницы. Также мы применяем хорошие средства защиты растений компаний Сингента, ФМС и других. Также применяем микроудобрения польской компании Интермак. 2002 год стал для аграриев региона очень продуктивным. С полей было собрано более 5 миллионов тонн пшеницы. Общий урожай на зерновых состояло 14 сантиметров с гектара. На развитие агрокомплекса области было выделено более 100 миллиардов тенге. Из них 45 миллиардов ушло на поддержку аграриев. 21 миллиард на развитие растений и водства и животноводства региона. Лидерами по объёму собранного урожая в этом году стали Сырокольский, Узанкольский, Атенсалинский и Карасузский районы. Мы сеем на площади 15 тысяч гектаров. В этом году в основном сеяли пшеницу, ячмень, овёс. ГСМ мы получили вовремя. Льготный ГСМ нам выделили по весне. Проплатили, полностью выбрали. Практически таких сложностей не было в пассивной и в уборочной компании. Урожай состояло в этом году 9 сантиметров с гектара, хотя дождей было очень мало. Кирбициды мы тоже вовремя обработали химию на всей площади. Протравители семян получили. Собранный урожай зерновых стал одним из лучших за последние годы. Работа в сфере растеневодства продолжается. Впереди весенняя пассивная кампания, к которой фермеры уже начали усиленно готовиться. Ведь в следующем году получены результаты. Нужно не просто повторить, но и улучшить. Дмитрий Муштал, Жасин Жигитов, Руслан Жабаев, телеканал Костанай. Этот год выдался насыщенным и в сфере культуры. Масштабные проекты, международные конкурсы, фестивали, громкие премьеры и уникальные премии. Вот только малая часть того, где успешно смогли себя проявить кустанайские деятели культуры и искусства. Вспоминаем самые главные события уходящего года в материале Маргариты Ивановой. Начало года для сферы культуры традиционно пора затишье. Время, когда артисты могут восстановить свои силы после череды декабрьских праздников и спокойно поразмышлять о планах на будущее. Однако в этом году русскому драматическому театру отдыхать было некогда. Солидный юбилей подталкивал всех сотрудников – от администрации до творческой труппы – удивлять зрителей необычными решениями. Апофеозом празднования стало пышное торжество, на которое собралось множество гостей. Среди них творческие коллективы, известные артисты и общественные деятели региона. Театральное искусство, несмотря на солидный возраст, с годами становится только лучше. По человеческим меркам сто лет – это отрезок времени, который прожить удается немногим. А по меркам вечности Кустанайский театр только начинает свой творческий путь, впереди у которого много задумок, проектов и, конечно же, побед. Очень много больших проектов было реализовано у нас. Это великолепный музей, который у нас на втором этаже, вы видели его. Это музей театральный, которых нет равных в Казахстане нигде. Что-то подобное есть, но такого масштаба нет. Нет, мы назвали в этом году зал имени народного артиста Боброва. Это тоже впервые в Казахстане прецедент такой, такого никогда не было. Мы издали книгу. И как апофеоз всего этого, это вот сегодняшнее наше действие, куда съехалось очень много наших друзей, директоров из Казахстана. Пока работники одного храма культуры сосредоточены на творческой работе, другой объект находится в процессе преобразования. В селе Михайловка большие изменения. Здесь, как и во всём Миндокаринском районе, полным ходом реализуется программа «АУЛ Ель Бесыгы». В её рамках в местном доме культуры начали проводить капитальный ремонт. На ремонт выделено более 150 миллионов деньги. В числе основных средств – деньги из областного и районного бюджета. К реконструкции ДК привлечены местные жители. Новые рабочие места получили более десятка человек. В основном это молодёжь. Мешать цемент и класть складку – работа нелёгкая, но ребятам и это по плечу. Полностью сделан демонтаж здания, кровля, внутри демонтаж окон. По электричеству у нас уже на 80% сделаны работы, также по отоплению. Работники Дома культуры уверены, что в новых условиях трудиться начнут ещё более плодотворно. А главная сцена будет вмещать немало талантливых детей и взрослых. К примеру, таких, что принимают участие в международном конкурсе «Золотой микрофон». Вот уже 19-й по счёту он прошёл в апреле этого года. В нём приняли участие представители ближнего зарубежья, а также ребята со многих регионов страны. Высокое вокальное мастерство, артистизм и невероятное самообладание – вот три основных кита, на которых держится выступление всех участников. А их в этом году было немало. Финальный этап прошли только 49 вокалистов, которым предстояло бороться за звание лучшего. «Золотой микрофон» Это большая площадка для наших местных детей, которая даст возможность им выйти на международный уровень. Благодаря данному конкурсу мы прославили множество имён. Ирнар Садербаев, Баллан Беркенов, Анна Уварова и другие. Победители прошлого сезона «Икс-фактора» – Бегулат Жазахпаев и Айдар Жазахпаев. Также лауреаты конкурса. Вообще на мероприятия, связанные с годом детей, для области было выделено 19 миллиардов тенге. Все эти деньги идут в первую очередь на социальные проекты. Ведь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, очень важна поддержка. 2022 год объявлен президентом страны «Годом детей». Для местных исполнительных органов, для нас, конечно, самое главное, чтобы это были не просто какие-то разовые мероприятия, а была оказана реальная поддержка, прежде всего, детям из социально уязвимых слоёв населения. Также, чтобы были созданы условия для творческого, спортивного развития наших детей. Но если говорить о реализации этого плана, в Кустанайской области у нас выделено 19,5 миллиардов тенге на реализацию мероприятий в рамках «Года детей». В частности, уже с начала года введены в эксплуатацию бассейн, ледовый дворец. То есть, это те объекты, которыми будут пользоваться наши дети, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Не забывают участвовать победители международных республиканских олимпиад, конкурсов и соревнований. Так, церемония «Триумф» традиционно объединяет учащихся и педагогов районных и городских школ области. Нашими юными спортсменами, певцами и учеными достигнуты значимой победы. Научный проект принес нам гран-при республиканского конкурса «Человек. Земля. Вселенная». Завоеваны два золотых медали республиканского конкурса «Первый шаг к великому изобретению». Получили серебро республиканского конкурса социальных проектов компании «Самсунг. Устанайские школьники». В ноябре две серебряные и одну бронзовую медаль получили наши дети, завоевали наши дети в президентской олимпиаде. В рамках церемонии каждый участник делился историей успеха. После 17 лучших наградили открытками Акима области, статуэтками «Триумф», а также ценными призами. А их наставники были отмечены благодарственными письмами. Не отстаёт от детей и наша молодёжь. Активные и современные, они готовы принимать новые вызовы и доказывать, что кустанайская молодёжь – самая лучшая. Для них даже специальную книгу придумали «Золотую», куда уже много лет вносятся имена самых достойных и результативных. Ежегодное событие берёт своё начало в 2005 году. С тех пор в «Золотую книгу молодёжи» внесены имена более 200 талантливых и успешных ребят. К слову, такой премии нет равных во все республики. В этом году всего семь лауреатов, каждый из которых отличился в своей сфере и внёс вклад в развитие общества. Мы стараемся находить, стараемся привлекать через комиссионный отбор, проводить именно тех людей, которые действительно успешны в своей деятельности, повседневной жизни, работе, общественно-политической активности и так далее. То есть это всесторонне развитые. Имена всех лауреатов будут внесены не только в «Золотую книгу молодёжи», но и в летопись истории всей области, уверены организаторы. Впереди у них грандиозные планы, в числе которых, в первую очередь, работа во благо процветания не только региона, но и всей страны в целом. Маргарита Иванова, Олшаса Синжигитов, телеканал «Кустанай». В этом году Казахстан широко отмечал 150-летний юбилей Ахмета Байтурсынова. Казахский общественный и государственный деятель, член партии «Алаш», просветитель, учёный, лингвист, литературовед, тюрколог, поэт и переводчик. В Казахстане он почитается как «Олд Устазе». Подробности в материале моих коллег. 2022 год был объявлен годом празднования 150-летия великого просветителя Ахмета Байтурсынова. Для кустанайцев это особенно важно, ведь именно кустанайская земля взрастила великого ума 20 века. В честь важного события в области на протяжении всего года проводились мероприятия, посвящённые жизни и творчеству выдающейся личности. Школьники и студенты города Кустанай будут знакомить жителей областного центра с наследием великого Ахмета Байтурсынова. Организаторами данной интерактивной и творческой площадки выступает управление образования с отделом образования города Кустанай, также с управлением культуры и при поддержке торгово-развлекательного центра Кустанай-Плаза. Сегодня и завтра школьники и студенты продемонстрируют художественно-музыкальные номера, театральные постановки, мини-постановки, музыкальные номера, продекламируют стихотворение собственного сочинения, посвящённое Ахмету Байтурсынову, а также его произведения. Во всех мероприятиях активно принимают участие представители младшего поколения. Они удивляют идеями, своими красочными номерами, постановками, а также произведениями собственного сочинения. В этом году я попытался увековечить память известных людей нашего Казахстана и написал стихотворение «Сыны великого народа». Учение свет, а не учение тьма, сказал великий просветитель. Он ввал народ ко свету, не во тьму. Но кто же он? Их было много. Они, сыны великого народа, дарили радость просвещения. Учили сами, и народ учили. Давали знания истории бытия. Старались сохранить традиции, язык, культуры. Писали книги, очерки, статьи. Вели активную общественную жизнь. Пытались открыть дорогу образования. Невежество, наоборот, закрыть. Своей огромной любовью к родному краю, отчизне, родине, если прогресс в родную степь. Нечтали на стране цветущей, могучей, сильной вековой, вклад их огромен. Поэтому хочу сказать, Рахмет, спасибо всем, кто сделал нашу жизнь богаче, крашей, интересней, тем, кто в былые времена не побоялся трудностей, боролся и учил. Как учат нас, и будем учить своих сынов и дочерей во благо родины своей. Еще одно яркое мероприятие прошло при поддержке Ассамблеи народа Казахстана. Молодежный квест, посвященный Ахмету Байтурсунула, призван расширить знания просветители среди учащихся высших учебных заведений. У нас будет участвовать семь команд. Это студенты университетов, КРУ, КИНЕО, КСТУ. Конечно же, обязательно наши молодежные и крилетные культурные объединения тоже будут участвовать в этом мероприятии. Их задача – пройти по определенным локациям, где их ждут задания, непосредственно связанные именно с жизнью Ахмета Байтурсынова. И кто больше пройдет задания и наберет больше баллов, тот и, естественно, станет победителем и получит классные подарки. На протяжении года проводилось большое количество мероприятий. Но самое масштабное празднование юбилея Байтурсынова прошло на его родной земле, в Жангельдинском районе. В рамках празднования состоялось открытие памятника Лашурдинцам, а также ряд культурных и спортивных мероприятий. Чтобы отдать дань уважения просветителю в сердце, Тургайской земле установили памятник Ахмета и его соратника, друга, знаменитого поэта Мержака Подулатова. Возложив цветы, гости почтили их память. Ахмед Байтурсынов был великим лингвистом, поэтом, ученым, педагогом и публицистом. Его вклад в развитие образования нашего народа бесценен. Его перу принадлежат такие произведения, как «Маса» – творческий перевод Басин Харахмасал. Он – автор многочисленных работ в сфере лингвистики. Ахмед является создателем нового правописания и одним из основоположников знаменитой газеты «Хазак». Главной целью просветителя было создание развитого общества, чтобы люди были сильными, грамотными и начитанными. Чтобы они могли достигать успехов в разных направлениях. Поэтому наша обязанность – свято чтить его наследие и помнить о его весомом вкладе в становление образования целого народа. Музей Ахмеда Байтурсынова и Мержака Подулатова является кладезью знаний не только для местных жителей, но и для всех кустанайцев. Его основали в далёком 91-м году. Тогда группа инициативных граждан решила воссоздать жизнь общественного деятеля по крупицам, чтобы передать следующему поколению творчество Ахмеда и его друзей, которое стало бесценным сокровищем всей нации. Данный музей является нашим богатством. В нём работают 10 залов. Раньше зал Ахмеда и Мержака под был один. Теперь их разделили. Это даёт возможность более глубже изучить деятельность каждого. Также открылся новый, посвящённый Алашардинцам. Стоит отметить, что открытию и развитию этого музея содействовали 70 человек. Сейчас их количество достигло 150. В музее хранятся подлинники многих произведений Ахмеда. Помимо этого, можно увидеть 10 личных вещей поэта, которыми он пользовался при жизни. Мы уверены, что деятельность нашего музея поможет укрепить в современной молодёжи чувство патриотизма и любви к истории. После торжественной части гости, а также жители района смогли наблюдать за традиционными конными скачками и игрой «Казахша-Курис». В последнем борцы сумели продемонстрировать такие качества, как сила, целеустремлённость и неукротимое желание стать лучшим. А республиканский турнир по конным скачкам, в свою очередь, стал одним из самых зрелищных моментов праздника. В завершении соревнований победители были награждены грамотами и медалями, а также ценными призами. Организаторы уверены, состязания придали празднику красочный колорит и позволили показать ту национальную идентичность, которую в своё время пытался возродить сам Ахмед Пайтурсынов. Диазна Спаев, Руслан Джабаев, телеканал «Костанай». Таким запомнился 2022 год корреспондентам телеканала «Костанай». Пусть наступивший 2023 принесёт немало ярких и позитивных событий. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова